Ветераны Векламенто трофей оспаривают легенды футбола, уже отметившие полувековой юбилей и те, кому полтинник стукнет не позднее 31 декабря текущего года. В турнире под эгидой РФС участвует пятерка московских клубов и команда «Арбитр» из ветеранов судейского корпуса. Каждый месяц проходит один тур и на сей раз очередь принимать гостей выпала железнодорожникам. Уже 14 лет, каждый месяц они встречаются, то есть они вынуждены поддерживать форму, они вынуждены держать вес, режим и так далее, и так далее. И благодаря этому они живы во многом и хороший тонус тоже присутствует. Ну и если говорить о железнодорожниках, то железнодорожники, они в общем-то одни из лучших, наверное, даже если сейчас на память не могу сказать, но они, по-моему, больше всего турниров выиграли, поэтому все время у них приличная команда. Играем на своем стадионе, дома. Хотелось бы, конечно, дома в финале играть и одержать победу в финале. Две группы участников по три команды в каждой проводят круговые турниры. Победители групп встречаются в финале, а вторые играют бронзовый матч. Локомотиву в соперники по группе достались «Торпеда» и «Динамо». Стартовая встреча с автозаводцами проходила в упорной борьбе и завершилась минимальной победой хозяев «Манежа». Гол на счету Хабиба или Леддинова. Сегодня играли с преимуществом «Торпеда». То есть вводили инициативой. У нас и, кроме этого, гола было несколько моментов, чтобы забить гол. Ну, в конце там что-то не получалось. Били мимо борода. Для нынешних болельщиков матчи «Торпеда» очень принципиальные. Скажите, а вот между вами, футболистами и «Торпедовцами» тоже есть какой-то особый огонек? Да нет, огонька особого нет. Здесь люди приходят. Здесь уже не тот возраст за что-то сражаться. Поэтому здесь люди просто приходят пообщаться, увидеться друг с другом. Ну, конечно, бывают там моменты, когда приходится посражаться. В следующем матче с «Динамо» все те же победные 1-0 и первое место в группе. Путевку в финал красно-зеленым принес удар гарника Аваляна. Между тем, в параллельной кампании участников «Спартак» и «ЦСКА» не оставили шансов арбитру. Армейцы в итоге вторые, но в качестве утешения им досталась победа над «Торпеда» в бронзовом матче «Тура». А соперниками «Локомотива» из этой группы стали «Красно-белые». Что из себя представляет нынешняя команда ветеранов «Локомотива» и по именам, и по игре? Ну, по именам и по игре люди, которые в основном все играли в команде «Локомотив». И по игре придерживаются того стиля, который мы проповедуем. Это футбол техничный, мягкий. Сами видите, что у нас высокоросло, мало футболистов, в основном техничные люди, которые умеют обращаться с мячом. А по именам? По именам Трусов, Риховский. Я считаю, что это о чем-то говорит Кобут, Перегонцев. Я считаю, что это люди, которые в свое время очень большой путь проделали в «Локомотиве» и принесли много титулов ему, так как Кубок железнодорожников раньше разыгрывался. Там трижды обладали Кубок железнодорожников, поэтому я думаю, что для становления команд они сделали очень много. В мартовском финале не гаснущие звезды «Локомотива» затмили спартаковских небожителей. Ветераны железнодорожников острее смотрелись в атаке, имели больше моментов, однако в основное время матча счет так и не был открыт. В итоге судьбу главного трофея решила серия пенальти. Удары верхом по пустым воротам лучше удались красно-белым 2-0. На сей раз победа ветеранов «Спартака», а капитан «Локомотива» Сергей Крупенин получил награду за второе место в туре.